А теперь давайте поговорим про антикоррозийную обработку. Сейчас мы с вами видим машину Mercedes 190 кузов 89 года выпуска. Она в отличном состоянии. За машиной ухаживали девяточка. Это конечно же не 99, а именно 89. Сейчас мы с вами снимаем крыло автомобилю 33 года. И давайте посмотрим. Обратите внимание на кузове нанесен антикоррозийный состав. Происхождение которого я не знаю, но обратите внимание, там где нанесен антикорр, кузов в идеальном состоянии. Где антикора нет, мы видим следы коррозии. Самое интересное именно на крыле, потому что мы четко видим, где крыло было обработано. Вообще нет следов коррозии. Но вот эта полка, она не была обработана. И здесь коррозия сделала свое дело. Смотрите, как расположено крыло. Но грязь, которая летит из-под колеса, конечно же падает на вот эту полку. Просто немного поковырял. Вот грязь, земля. Она оседает на этой полке. И коррозия без остановки делает свое дело. Это крыло было также полностью все обработано. Но мастер, нанося антикоррозийный состав, в самом больном месте этого не сделал. Самое больное место у автомобиля. Ну, конечно же, нижняя часть в том числе. Здесь молодец, он все обработал. Крыло, можно сказать, живое. А здесь сквозная коррозия. Если вы хотите сохранить свой автомобиль, то без антикоррозийной обработки у вас этого сделать не получится. А для того, чтобы она была качественная, то вам придется разобрать автомобиль. Клиент был полностью уверен, что защитил свой автомобиль. Но так как нанесение было выполнено некачественно, а почему оно так было выполнено, скорее всего, влияла цена. И не нужно полностью полагаться на мнение мастера или специалиста, которому вы доверили это дело. То есть, вот у нас верхняя часть покрыта антикорром, она абсолютно целая. А нижняя часть у нас присутствует коррозия. Ну, а в каком состоянии этот автомобиль, вы видите, я бы сказал, для своих лет он в идеальном состоянии. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...